Как вы прокомментируете, почему наши школьники питаются? Одни за 66 рублей, другие за 73 рублей. Я же в прошлый раз объясняла, то есть были конкурсные процедуры. Тот, кто участвовал в запросе предложений в электронной форме и где победителем стала большая перемена, организатор питания понизил стоимость. Соответственно, его первоначальная цена 54 рубля. Дальше все повышение с учетом экономии, которое мы делаем, к нему эта сумма к 54 рублям прибавляется, а ко всем остальным, кто не участвовал в торгах, сумма больше. То есть это по формуле, да? Да. То есть, получается, те, кто законным путем школьники питаются, питаются дешевле, а те, кто незаконным дороже, да? Нет, они не питаются. Я в прошлый раз на ПДС объясняла вам всем, что организатор питания, он на себя берет обязательства. Меню у них абсолютно одинаковое, оно по стоимости абсолютно одинаковое. И как он потом выкручивается и доплачивает, это его проблема. Меню абсолютно одинаковое во всех школах. И по стоимости оно одинаковое. Оно не на 54 рубля выше. Николай Васильевич Панков говорил, что ниоткуда не берется, в тарелку лезут, получается, да? Ну, это конкурс, он открытый. Организатор питания понизил стоимость. А для других конкурсов нет? Почему? Ну, имеют право учреждения участвовать в конкурсных процедурах. Ну, разные кормильцы. У нас рынок с вами. У нас разные организаторы питания. Это здоровая конкуренция. Нет, секунду. Конкуренция – это когда конкурентная процедура. Когда вы школы отдаете единому поставщику, это не конкуренция. Вопросы у нас проходят конкурсные процедуры. У нас есть надавительная составляющая. Некоторые у нас в школу прошли через конкурсные процедуры. И в тарелку также прошли. Вопрос следующий. Если у нас на конкурсном процедуре было понижение на ценах питания, и по правилам следователем Васильевич Маткова говорит, я про эту шкартарелку, здесь влезть категорически запрещается. Но кормильность кормит по всем же технологическим гадам, по верху Госпотребнадзора, Общественного Совета и, соответственно, вся вся минута, оно такое, что люди в школу. И мы это отслеживаем практически ежедневно. Походу мы. У физики есть такой закон сохранения материи. Ничто из них не берется. Мы можем просто ответить, если есть какие-то еще вопросы, мы правильно не можем. Обращайтесь к вам, когда пишите на ответ. Хорошо. Спасибо.